Привет всем. ЖЖ принес прекрасный вопрос. Как называть второго папу? Я попробую на него четко ответить. Вопрос возник в такой ситуации. Ребенок пяти лет начал сам называть родного отца старший папа, а мужа матери младший папа. Как нетрудно догадаться, старшего папу это абсолютно вывело из себя. Но это неудивительно, похоже он здоровый на голову человек. Ребенок тоже здоровый на голову, поэтому просто выразил в речи то, что видит вокруг. Остается вопрос с младшим папой. Судя по тому, что он живет в этой ситуации, которую я уже раскрывал в роликах серии «Личная жизнь РСП», смотрите ссылки в углу. Что здоровье под вопросом? Но главный вопрос по здоровью, о маме, конечно, в порядке частного мнения. Попробую провести аналогию. Некто спрашивает вас, у меня тут труп в коридоре образовался, как от него правильно избавиться? Кислота в ванной или ночью закопать в лесу? И правильный ответ на этот вопрос. Статья 105 УК от 6 до 15 лет, а с трупом будут разбираться уполномоченные органы. Конечно, в ситуации из ЖЖ узнается сцена из советского фильма «Экипаж» и фраза «Какой я тебе дядя?». И как хорошо видно в том фильме, мама на голову не совсем в порядке. И если бы органам опеки и попечительства было до этого дело, они должны были бы это отследить и сделать выводы. Всем женщинам, которым весело от фразы «младший папа», я предлагаю примерить на себя, как бы им больше понравилось, чтобы их называли. Старшая мама, младшая мама, вторая мама, тетя или еще что. И если женщины только что про себя подумали, да как он смеет, или это бесчеловечно, или это же совсем другое дело, у вас проблемы с эмпатией, серьезные проблемы. Я не могу поставить диагноз психопатия, но констатировать факт психопатического поведения могу. Если бы мой ребенок вдруг назвал родную мать старшей мамой, это бы означало, что я полный, абсолютный, тотальный фейл в базовой роль родителя. И что у меня с головой нехорошо. И что я потерял берега, провалил границы и свои ребенка. То есть не подхожу на роль родителя. Помещаюсь у ребенка в ситуацию А физически небезопасную с абсолютно чужим человеком и Б психологически небезопасную, где роли смещены и спутаны. По сути, делаю невозможным построение нормальных личных отношений в его будущем. И ровно то же самое придется сказать про маму из ЖЖ. Очень печально, господа. Вы кормите мужчин словом ответственность на завтрак, обед и ужин, но не применяете тех же критериев к себе. Что на ваш выбор? Либо аморально, либо инфантильно. Вы получили ребенка, и вы отвечаете за его физическую среду и психологическую среду. Скручивать среду ребенка под свои нужды – это самый настоящий абьюз, вполне вероятно, отягощенный еще и уплатой алиментов старшим папой. Оплата им всей этой непотребщины, что по сути тоже абьюз. Понятно, что ребенок этого не понимает пока, но факты это не отменяет. Но логичный вопрос – а как же личная жизнь, как же вторые браки, а также третьи и четвертые? Ответ тоже логичный. Это ваши личные проблемы. Вы вписались, значит взяли на себя ответственность. Как именно вы будете совмещать эти несовместимые роли – ваши проблемы. Не надо было за это браться. Сообщите об этом отцу, вполне вероятно, что он будет более ответственным. Понятно, что каждый считает себя родителем от Бога и присваивает себе материнский инстинкт по признаку наличия половых органов. Но поведение должно соответствовать. Бонус. Тем, кто считает себя христианками, нужно опять же либо крестик снять, либо трусы надеть. Пятая заповедь, которая выше – не убей, не укради и не прелюбодействуй. Вы почти заставляете ребенка ее нарушить. Такое не пройдет без последствий. Ни для него, ни для вас. Второй бонус. Из самого факта возникновения такой ситуации видно, что первый брак развалился не просто так. И второй тоже будет дисфункциональным. Эмпатия тю-тю. И второй муж этого тоже не понимает, что только увеличивает риск. То есть для него в этой ситуации нет ничего такого. Если бы у него была голова на плечах, он бы испугался, увидев свое вероятное будущее. Итак, подводя итог. Правильный ответ на вопрос, как называть второго папу, такой. Маму надо было лишить родительских прав еще год назад. И доверять ей ребенка нельзя. У меня все. Всем пока, удачи. И да будет по единственному папе у всех детей и по единственной и вменяемой маме. И да будет по единственному папе у всех детей.